Нас, видеостудия «Свет», как журналистов, пригласили в 115-ю школу города Уфы, чтобы сделать репортаж, награждение ветерана, медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. На этом мероприятии мы познакомились с замечательным человеком, Хабибуллиной Суфьей Закиевной, которая поделилась своими воспоминаниями о войне. Мне было 8 лет, когда началась война. Это было 22 июня 1941 года. В Аургасинском районе, в село Толбазы, был очень хороший праздник – Сабантуй. Вот на этот Сабантуй собрались очень много количества людей со всех деревень, со всеми семьями, со всеми детьми. И был этот прекрасный Сабантуй. И он проходил на пушке леса, за дарцом культуры. Была музыка, приехали мужчины на Сабанту со своим баянами, аккордиотами, гармошками. Женщины туда приехали своими самоварами. Был поставлен прекрасный стол везде. Сами готовили буфеты. Настолько красивый день был, солнечный, яркий. А дети разбежались по пушкам леса, собирали цветы, встречались с родственниками, встречались с друзьями. И вот в один момент прозвучал по радио. И все остановились. Слушать начали. И прозвучал голос Левитана. Внимание, внимание, внимание. Все прислушались. Сегодня, в 4 часа утра, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Вторая мировая война. Все прислушались. Все здесь настолько уже разволновались. Женщины начали собирать попыли у своих детей. Мужчины начали с собой собираться. Вы знаете, в этот же день многие мужчины пошли в военкомат сами добровольно защищать нашу страну. Этот день я прекрасно помню. Все люди, которые остались в тылу, трудились очень хорошо в уборке урожая, в производстве. Наши мамы, наши сестры, братья, все абсолютно старались победить эту фашистскую войну. Женщины уходили на работу с утра до вечера. А вечером они приходили домой. Питанием в годы войны не так хорошо. Несмотря на это, они приходили домой. Вязали варежки, чулки, носки, картошку сушили в печи. И все женщины готовили еду для фронтовиков и подарки посылали. Вот этот момент хорошо помню. Сейчас хочу отдать многих живых нет свою благодарность этим женщинам, которые поднимали вот так вот нашу страну и помогали победить. И я выражаю нашему правительству, что оно уделяет всем такое внимание большое. И сегодня награждает нас с новыми медалями. Спасибо большое. Меня очень затронул рассказ. Ведь нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. К сожалению, многих уже нет живых. Но память о них жива и будет жить вечно. Великая Отечественная война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова